Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем 23 главу. При этом я напоминаю, что читаем мы два текста сразу, это два перевода, один делался с греческого, а другой делался с еврейского. Читаем мы тот, который делался с греческого, то есть септуагинты, именно потому, что с него же делался церковно-славянский перевод. И для того, чтобы, приходя в храм, можно было слышать более-менее знакомый текст, мы обратимся именно к этому тексту. Но мы будем постоянно сравнивать с текстом синодального перевода, который делался с еврейского. Итак, Премудрый Соломон, обращаясь к своему сыну, пишет, «Если сядешь за трапезу с властелином, то тщательнее наблюдай, что предлагается тебе. Протягивай руку свою, но знай, что и ты должен будешь приготовить. Если же ты ненасытен, то не желай угощения его, ибо это обманчивая пища». Вот первые три стиха, да, такое обращение, совет, как именно общаться с человеком, который богаче, знатнее тебя. И если ты сядешь за трапезу с властелином, наблюдая, что предлагается тебе. Конечно же, это некоторый образ. Конечно, речь идет не о том, чтобы внимательнее быть, чтобы просто быть внимательнее к пище. Когда ты общаешься с богатым человеком, с человеком знатным, то смотри на качество вашего общения, что он тебе предлагает. Потому что по Соломону, если вспомнить все, что он написал своему сыну до этого, богатство бывает и нечестивым. И человек, который достиг богатства, может вести разную жизнь нравственную. И действительно подлинно жизнь по завету, и жизнь такую не вполне праведную и благочестивую. И общаясь с богатым, человек, который стремится к праведности, должен задумываться над тем, что ему предлагается в качестве пищи. Не обязательно того, что можно съесть, но пища для ума, пища для дела, для общения. Далее второй стих. Здесь он отличается от того, что мы видим в синодальном переводе. Итак, здесь мы читаем. «Протягивай руку свою, но знай, что и ты должен будешь приготовить». В синодальном тексте это звучит так. «И поставь преграду гортани своей, если ты алчен». Если ты алчен. То есть, если ты голоден, то ешь аккуратнее, ешь медленнее, поставь преграду гортани своей. Почему? Ну, с одной стороны, конечно, можно было бы сказать, что это все некоторый просто этикет поведения за столом. Человеку голодному свойственно накидываться на пищу, набрасываться на нее и действительно есть ее быстро, при том, что если перед тобой властелин, то ты должен держать себя в руках и вести себя сдержанно. Но, опять же, вряд ли это может быть связано только с пищей. Например, если ты ведешь дела с властелином, с каким-то богатым человеком, и понимаешь, что он может предложить тебе в качестве дел что-то неблагочестивое и неправедное, ты должен поставить преграду в своем сознании для того, чтобы понимать, что все, что тебе он предлагает, нужно фильтровать, нужно смотреть внимательно, что предстоит делать. Если же ты ненасытен, не желай угощения его. То есть, если ты чувствуешь, что не можешь справиться со своими внутренними, с тем, что мы называем страстями, со своими внутренними эмоциями, с тем, что тебя влечет, например, ты, и здесь опять ненасытен, конечно, только образ. То есть, если ты, например, понимаешь, что ты не сможешь удержаться от нечестивого поступка, предлагается ли тебе нечестное дело, предлагается ли тебе что-то, противоречащее закону, закону Божьему, то не желай угощения его, потому что это обманчивая пища. Почему? Потому что, да, ты не удержишься, ты в итоге совершишь грех, и самое страшное, что насытиться ты не насытишься. Это пища обманчивая, лживая. Не равняйся с богатым, будучи беден, оставь свой замысел. Если устремишь свой взор на богатство, то его и не станет, потому что у него готовы крылья, как у орла, и оно улетает в дом своего владыки. Вот продолжение некоторого такого разговора о богатстве, и здесь четвертый стих тоже отличается. Значит, не равняйся с богатым, будучи беден, оставь свой замысел. В четвертом стихе здесь читаем, не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли. Вот не равняйся с богатым, и не заботься о том, чтобы нажить богатство. В принципе, конечно, вот в какой-то глубине такой, да, мы видим, что идея одна и та же. Если ты смотришь на богатого, то ты и пытаешься с ним равняться, то ты, естественно, попытаешься заработать как можно больше денег. Но тут сказано, если ты беден при этом, не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли. Почему? И вот пятый стих, он это поясняет. Потому что, если ты устремишь на него свой взор, его не станет, у него готовы крылья, как у орла, и оно улетает в дом владыки. Здесь интересно, что по сопоставлению с еврейским текстом понятно, что речь идет о боге. То есть этот владыка, потому что в еврейском тексте, с которого делался русский перевод, сказано, как орел улетит к небу. То есть имеется в виду бог. Бог хозяин всякого богатства и всякого блага. Если человек ставит своей целью просто обогатиться, это богатство, в итоге он его лишится, и оно не принесет ему плода. Потому что благочестивый человек, человек, живущий волей Божьей, даже если он становится богатым, он становится богатым не потому, что стремился к богатству, а потому что жил по заповедям. Далее, в шестом стихе и в седьмом речь идет, ну и несколько дальше, речь идет об общении с завистливым. «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся его яствами, потому что есть и пить у завистливого это то же, что проглатывать волос, и к себе его не вводи, и хлеб свой с ним не ешь, ибо изблюет его, и твои добрые слова осквернит». С шестого по восьмой стих. «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся его яствами». Почему? Потому что этот человек совершенно не способен с точки зрения Соломона к искреннему общению. Этот человек, который будет общаться с тобою, но он не будет ни любить тебя, ни ценить тебя, ни уважать тебя, он все время будет оценивать разницу, которая есть между вами, он все время будет смотреть на твое имущество, и пользы, ни духовной, ни какой-либо другой от этого не будет. Притом седьмой стих тоже отличается, потому что есть и пить у завистливого это то же, что проглатывать волос. Вот такой интересный образ предлагает нам Соломон, это видимо образ чего-то явно такого противного и отторгающего. Вот седьмой стих в еврейском тексте звучит так. В русском синодальном переводе. Потому что каковы мысли в душе его, то есть не ешь с завистливым, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Здесь в греческом тексте, который потом был переведен Юнгеровым, акцент сделан на ощущение от этого общения. А в еврейском тексте, который потом стал синодальным переводом, акцент сделан больше на самого завистливого, каков он, и почему вот это общение с ним не приносит никакой пользы. Потому что он говорит тебе, ешь и пей, но сердце его не с тобою. И подлинного общения, подлинной дружбы не возникает. И хлеб свой не ешь с ним, ибо изблюет его, и твои добрые слова осквернит. То есть все, чем ты поделишься с ним, будет осквернено в нем вот этой его завистью. И ничего доброго в итоге из вашего общения не получится. Мы знаем, что у человека есть такая способность все слышать и воспринимать по-своему. И вот человек завистливый, человек с порочным сердцем, он даже добрые слова и добрый хлеб может испортить. Далее. В уши глупого ничего не говори, чтобы он не насмеялся над разумными словами твоими. Ну понятно, что для Соломона многократно повторяющаяся вот эта мысль о том, что с неразумным человеком, с глупым человеком лучше не общаться, потому что из всего он сделает свои выводы, и выводы эти будут вредны для него, и будут вредны для того, кто говорит те или иные слова. И он только рассмеется над разумными словами твоими. Ты потратишь силы, время, душевные силы, не только физические, и в итоге плодотворным это общение не будет. Далее. Соломон говорит о том, как должен вести себя царский сын по отношению к бедным. Не передвигай межи давней, и во владение сирот не заходи, потому что избавитель их Господь, он силен и разрешит их суд с тобою. Сегодня для нас, людей городской культуры, довольно сложно, по большей части городской культуры, довольно сложно представить себе, о чем идет речь. Но Соломон пишет и живет в сельскохозяйственной культуре. Большинство, подавляющее большинство его подчиненных, это люди, у которых есть свой участок, есть свое поле, есть свой огород, как бы мы сказали сегодня, и люди сажают на нем свои злаки или овощи какие-то, да, и не передвигай межи давней. То есть вот когда израильский народ вошел в землю обетованную, были проведены межи, был раздел между племенами и внутри племен, между семьями, раздел всей земли, которая была дана народу, земле обетованной. И были проведены границы между этими участками. И вот не только здесь у Соломона, но и в книге, в книгах закона, во второзаконе и в других книгах есть подчеркнутое указание на то, что нельзя передвигать межу, то есть нельзя менять границу, особенно, если ты богатый, а хочешь завладеть участком бедного. И где-нибудь в тайне или хитростью какой-то ты передвигаешь межу, то есть передвигаешь вот прокопанную некоторую такую ложбинку, которая указывает, которая разделяет ваши участки. Вот этого никогда нельзя делать. Почему? Соломон очень просто это объясняет, потому что избавитель их, то есть бедных, этих самых людей обездоленных, Господь, и он силен и разрешит суд с тобою. То есть если ты неправо поступил и обидел бедного, и бедный возопил к Богу, чтобы Бог рассудил его с его обидчиком, то этот обидчик не должен забывать, что Бог всегда будет на стороне бедного, на стороне обиженного, на стороне того, кого унизили, кого лишили имущества, и он разрешит их суд с тобою. То есть Бог как судья, а Бог в Ветхом Завете это всегда праведный судья. Это очень часто и может быть один из самых частых эпитетов которые к нему применяются. И вот Бог праведный судья, и он разрешит их суд с тобой. То есть он решит, не думай, что ты останешься неосужденным, он праведно решит. Далее Соломон пишет, придай учению сердце твое и уши твои приготовь к словам мудрости. Не переставай наказывать неразумное дитя, потому что если накажешь его разгою, оно не умрет от нее. Ты накажешь его разгою, а душу его избавишь от смерти. Ну вот в этих трех стихах мы видим, как Соломон излагает свое представление, свою позицию по воспитанию детей. Надо сказать, что в абсолютном большинстве патриархальных обществ воспитания детей, в воспитании, в процессе воспитания детей использовались физические наказания. Более того, когда сегодня многие люди выступают против физических наказаний детей, что в общем неудивительно, потому что новозаветная культура, она в принципе так по своему духу противоположна насилию, противоположна причинению боли. Мы видим, что даже отец из недавно читаемой притчи о блудном сыне, он по-другому поступает с сыном, который как-то вот так с нашей точки зрения наверное неправильно себя ведет. Отец отпускает его, отец например ждет его, отец не наказывает, не бьет его. В словах Христовых мы видим другие акценты. Но в контексте Ветхого Завета, как в контексте патриархальной культуры, конечно же речь идет о физических наказаниях. Здесь не стоит забывать, что например апостол Павел потом уже дважды в своих посланиях указывает на то, чтобы отцы не раздражали чад своих. То есть заповедь об уважении к родителям она в Новом Завете становится двунаправленной. То есть с одной стороны дети должны почитать родителей, но с другой стороны родители должны воспитывать детей в любви без раздражения, без ущемления их права, без унижения их. И действительно, хотя вот и в 19 веке, и в 20 и сегодня во многих семьях практикуются физические наказания, церковь далеко не всегда считает их оправданными. Конечно же, есть ситуации, есть условия, в которых это необходимо. Например, если ребенок не останавливается и может причинить себе существенный вред, то на него воздействует физически. Например, бежит под машину, нам уже все равно, какими средствами мы его остановим, лишь бы он остался жив. Если ребенок собирается или намеревается причинить существенный вред другому, на него тоже возможно разное воздействие. Но что точно противоречит христианскому воспитательному такому отношению, это разного рода жестокость, унижение, проявление силы над слабым, злоба, агрессия, которая очень часто проявляется в тех родителях, которые физически наказывают детей. С другой стороны, еще более дикими кажутся советы, наподобие, если ты бьешь ребенка, пусть он все равно видит любовь в твоих глазах, пусть он знает, что ты делаешь это любя. Бить любя это довольно странный подход. Все равно человек понимает, что физическое наказание это всегда восприятие другого как неразумного животного, как того, с кем невозможно договориться, как того, с кем невозможно разумно поговорить. Бывают разные ситуации, здесь каждый взрослый решает по совести перед собой, перед лицом Божиим, но надо сказать, что в Новом Завете такой ветхозаветный подход в новозаветной культуре он все-таки несколько исправляется и изменяется. Далее. Сын мой, если будет мудро сердце твое, то ты обрадуешь и мое сердце, и твои уста будут вести беседу с моими устами, если правдивы будут. Да не завидует сердце твое грешникам, но в страхе Господнем пребывай весь день, потому что если сохранишь уста, то будут у тебя внуки и надежда твоя не будет потеряна. Вот здесь Соломон предлагает своему сыну сохранить мудрость для того, чтобы сохранилось общение с ним, то есть с его отцом. Действительно это очень интересно. Он говорит, и уста твои будут вести беседу с моими устами, если правдивы будут. То есть по сути он тоже говорит о некотором воспитательном моменте. Если наше общение будет искренним, я всегда буду открыть тебе, я всегда буду говорить с тобою, если ты будешь говорить мне правду. и не завидую грешникам, но в страхе Господнем пребывай весь день. Пребывание в страхе Господнем, выражение страх Господень, означает некоторую боязнь внутреннюю в первую очередь, боязнь нарушить заповедь, ощущение присутствия Божьего. Но, конечно же, в итоге в Новом Завете этот страх, эта боязнь тоже изменяется несколько, и она превращается в такое, скорее, боязнь обидеть и оскорбить Бога, чем разгневать Его, потому что в Новом Завете отношения с Богом несколько другие, они другими категориями описываются. Слушай, сын мой, и будь мудр, и исправляй мысли сердца твоего. Вот интересно, девятнадцатый стих отличается от того, что мы видим в синодальном переводе. Соломон пишет здесь, «Слушай, сын мой, и будь мудр, направляй сердце твое на прямой путь». Направляй сердце твое на прямой путь, это, скажем так, некоторые указания на то, как действовать в будущем, при том, что «исправляй мысли сердца твоего», вот то, как говорит нам русский текст, исправлять в русском языке, это изменять то, что уже было сделано. То есть, по сути, вот этот стих девятнадцатый в разных вариантах говорит о разных временах. Направляй пути, направляй сердце твое на правые пути, иди прямо и соблюдай заповеди в будущем. В переводе Юнгерова говорится о том, чтобы исправлять мысли сердца своего, то есть, исправлять то, что в сердце неправо работать со своим сердцем, внутренне очищать его. Далее, не будь винопийцей, не присоединяйся к сообществам присыщающихся мясом, потому что всякий пьяница и блудник обнищает и оденется в разодранные одежды и всякий сонливый в рубище. Здесь мы слышим довольно традиционную также для Соломона идею о том, что если человек работает, трудится в поте лица своего, то он будет богат и счастлив, если же он пьяница и блудник, то в итоге он придет к разодранным одеждам и к тому, чтобы ходить в рубище. Слушай, сын мой, отца родившего тебя, и не презирай матери твоей, когда она состарится. Приобретай истину и не отвергай мудрости и учения и разума. Хорошо воспитывает праведный отец и о мудром сыне веселится душа его. Да веселятся о тебе отец и мать и дорадуется родившая тебя. Сын мой, дай мне сердце твое, и пусть глаза твои наблюдают пути мои. Особенно этот последний стих довольно известен, потому что то, что мы слышали до этого о радости отца и матери, о том, что им нельзя пренебрегать, их нельзя унижать, это рефрен, который постоянно повторяется с Соломоном. Но вот это интересное выражение «сын мой, дай мне сердце твое, и пусть глаза твои наблюдают пути мои». Традиционно этот стих понимается как стих, который Бог обращает к человеку. То есть мы читаем это от лица Соломона, как будто бы Соломон говорит своему сыну. Но именно так мы относимся к Богу, именно так мы воспринимаем Его наставление нам, что Бог ждет от нас сердца, а не просто формального исполнения закона. «Сын мой, дай мне сердце твое». То есть сердце как средоточие всех помышлений, всех эмоций, воли, чувств, совести. Если мы придаем сердце Богу, то вся остальная наша жизнь, все, что ее наполняет, также будет с Богом связано. Далее Соломон пишет «Чужой дом просверленный сосуд и чужой колодец тесен, ибо он, то есть дом, вскоре погибнет и всякий законопреступник истребится. У кого горе, у кого возмущение, у кого суды, у кого неприятности и раздоры, у кого побои без причины, у того, у кого багровые глаза, не у тех ли, кто постоянно сидит за вином, не у тех ли, кто ищет, где попойки происходят. Не упивайтесь вином, но беседуйте с праведными людьми и беседуйте на прогулке, ибо если устремишь глаза свои на чаши и сосуды с вином, впоследствии будешь ходить обнаженнее белильного дерева». Итак, вот в этом отрывке Соломон обращается к своему сыну, призывая его не ходить по пути нечестивых. И вот этот постоянный образ, который Соломон употребляет, тоже из главы в главу, это образ чужого дома. Чужой дом, здесь, конечно, сразу идет параллель с домом Господним, то есть праведный человек, он вместо пребывания его, постоянного, если не физического, то мысленного, это дом Господень, дом Божий. Это храм для иудеев, который был буквально вместилищем Бога, то есть они верили, что Бог там им открывается, и он действительно там им открывался. И вот это выражение «чужой дом», хотя в синодальном переводе несколько оно отличается. Здесь говорится следующее, «Потому что блудница глубокая пропасть, и чужая жена тесный колодец, она как разбойник сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников». Действительно, кажется на первый взгляд, что ощутимая разница смысловая, но вот этот чужой дом это как раз и есть дом блудницы, дом блуда, но не только физического, речь идет не только о физическом блуде, не случайно, когда Бог через пророков обличает свой народ, он тоже сравнивает его с блудницей, он тоже сравнивает его с народом блудным, то есть с человеком, с людьми, которые заблудились, ушли с праведного пути Божьего. И далее вот этому блуду, этому винопитию, пьянству, этому разврату Соломон точнее противопоставляет беседу с праведными людьми. Это тоже такая важная добродетель и ветхозаветная и потом новозаветная беседа с праведными людьми. Но беседуйте с праведными, то есть садиками, да, по-еврейски, беседуйте на прогулке, то есть не только приходи к нему, но и проводи жизнь с праведным человеком и беседуй с ним о том, как себя вести, как жить. И, наконец, как он говорит, да, Соломон дальше продолжает, о винопийце, и, наконец, таковой винопийце прострется, как уязвленный змием, и как от аспида разольется в нем яд. Прострется, то есть будет лежать пьяный, и когда твои глаза увидят чужую жену, тогда уста твои заговорят развратные, и ты будешь лежать, как бы среди моря, как кормчий при большом волнении, и ты скажешь, били меня, и не было мне больно, издевались надо мною, и я не понимал, когда утро будет, пойду искать с кем бы сойтись. Вот ты лежал, и скажешь, что ты лежал, и тебе не было больно, когда тебя били, и издевались над тобой, и ты не понимал. Речь, конечно, идет о том, что человек, который злоупотребил спиртным, напился так, что, как Соломон говорит, простерся, то есть он лежит буквально, и над ним издеваются, его бьют, его унижают, ему до этого нет дела. И когда он просыпается, очень часто, желая продолжить, он дальше идет, и идет в путь погибели. И Соломон, конечно же, призывает никогда этого не делать. Вот он говорит, когда глаза твои увидят чужую жену, твои уста заговорят развратные. То есть не смотри даже на чужую жену. Понятное дело, что для Соломона не всякая чужая жена это обязательно причина разврата. Ну, то есть, ну потому что нас окружают не только плохие люди, но и хорошие, и у них есть вполне себе хорошие жены, женщины, действительно, как и мужчины, как вообще любой человек могут вести нравственную жизнь, не безнравственную жизнь. Для Соломона само выражение «чужая жена» это, и если человек обращает на нее внимание пристальное, да, это повод для возникновения блудных мыслей. Он говорит, никогда так не веди себя, потому что в итоге ты не сможешь остановиться. Ты напьешься, заснешь пьяным, проснешься, и тебе захочется снова этого разврата. Ты будешь, как говорится, катиться, да, вот спускаться, деградировать в нравственном отношении. И, конечно, Соломон призывает своего сына и через него каждого из нас беречься от этого пути. соминь. Продолжение следует...